Здравствуйте, друзья! Это программа «Вдоль», где мы, как обычно, да даже не доказываем, а просто наглядно демонстрируем вам, что мир вращается вокруг женщины. И когда женщина приходит в дело, то дело идёт благополучно, на лад, всё хорошо, овцы сыты, волки целы, и никто не пострадал, всё направлено, вся энергия в мирное русло, а мир при этом становится лучше, красивее и более лучше даже. Сегодня у нас в гостях директор по внешнекорпоративным связям Amway в России Анна Сашинская. Здравствуйте, Анна! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, что делает директор по внешнекорпоративным связям в компании Amway? С кем вступает в связи? Ничего себе вопросик! На самом деле, очень даже сложно объяснить, что, потому что в связь вступаем практически со всеми. Если серьёзно, то у меня пять больших направлений. Ну, одно, наверное, самое любимое, с которого я, наверное, хотела бы начать, это наша социальная ответственность. Оно, наверное, самое большое и самое важное, потому что, мне кажется, помогать людям – это то, собственно, что меня лично держит в бизнесе. Бизнес – это прекрасная, интересная игра, да, хорошая игра, такая позитивная. Но когда в ней присутствует вот это добро, это прекрасно. Не всегда так бывает. И я с гордостью вообще хочу сказать, что нам удалось открыть благотворительный фонд, что бывает очень редко в коммерческих корпорациях. И, безусловно, это трудами и желанием тех людей, с которыми я работаю. Это прекрасно. Второе направление – это направление продуктового пиара. Мы, естественно, поддерживаем наши инновационные продукты, потому что у нас своеобразная бизнес-модель, и у нас не так много рекламы, и мы хотели бы не просто показать, а именно рассказать о продукции более подробно, предметно. Наглядно. Наглядно, да. Есть так называемый корпоративный пиар, где мы говорим как раз не о продукции, а мы говорим о компании как таковой, потому что, в общем-то, компания интересная сама по себе, и метод продаж, который она использует, тоже бизнес-модель. Хотя она существовала вечно, уже, я не знаю, начался обмен и продаж, даже, наверное, до нашей эры еще, вот, однако для России метод прямых продаж оказался новым, непонятным, неизвестным. Но, по-моему, очень эффективным. Безусловно, он очень эффективен, просто люди очень по-разному к этому относятся, да, они не всегда понимают, а в чем суть, собственно, этой бизнес-модели воспринимают, и не всегда адекватно. Ну и, кроме того, надо сказать, что это частная компания. Это 25-е место в рейтинге частных компаний США. Вообще частных компаний у нас не так много в мире осталось, потому что это семейный бизнес. И все глобализуется. Да, глобализуется, появляются инвесторы и так далее. Вот то, что есть какая-то именно уникальность того, что компания принадлежит каким-то семьям, двум семьям, которые изначально этот бизнес начали, это удивительно. Сейчас уже второе поколение руководит компанией, вот подрастает третье поколение. Вот мы очень надеемся, что это останется в частных руках, и это не будет, собственно, таким обычным инвесторским продуктом. Это важно, это характер дает компании. Что еще? Мы занимаемся внутренними коммуникациями. Это, мне кажется, один из самых интересных направлений тоже, потому что очень творческое. Мы это делаем внутренне. Это для собственных сотрудников. Мы для сотрудников выпускаем журнал, мы делаем потрясающий сайт, мы делаем конкурсы, мы делаем мероприятия. Вы имеете в виду, когда вы говорите о сотрудниках, в том числе и, конечно, дистрибьюторов? Нет, нет, это только сотрудники. Только внутренне, только офис. Да, 735 сотрудников. Это офис. И у нас есть 16 торговых центров в 13 городах, и мы постепенно растем, увеличиваем физическое присутствие, и мы, естественно, задействуем их. И наш журнал, он глянцевый, абсолютно глянцевый журнал. Мы там рассказываем о новинках косметики, о трендах, об истории открытия, о моде, о красоте, о здоровье. У нас есть прекрасная программа Optimal U для сотрудников, это программа отдела кадров. Тем не менее, мы помогаем продвигать эту программу. Это очень интересно, потому что там в неё даже входит эко-офис, потому что мы хотим, чтобы мы сами по себе наконец стали ответственными. И у нас люди удивительные. Они из дома приносят пластиковые бутылки, батарейки для того, чтобы это было сдано в переработку, не валялось по улице. Ой, можно я тоже вам свои батарейки привезу? Приносите. Я не знаю, куда их девать. Вот, пожалуйста, все, кто хочет приносить. Я не знаю, выстроится ли очередь перед нашим офисом на Сущевском валу с батарейками, но, тем не менее, знакомые, 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 мне тоже придают батарейки, мы всё это сдаём. И это прекрасно. Скажите, а это во всём мире, в Амвэй, такая аура, что ли, очень такая человечная, семейная, какой-то очень такой бизнес с гуманитарным каким-то, я не знаю, акцентом, что ли, да? Как вы говорите даже сейчас о своей компании, о своих сотрудниках, и о том, что он находится в руках всё-таки частных лиц, двух семей, это, наверное, и как-то очень сильно влияет на идеологию и вообще на принцип общения людей в компании, на сам принцип построения бизнеса. Вы знаете, ну, безусловно, это влияет. Конечно, тоже зависит от тех людей, которые непосредственно работают внутри компаний, но этот дух, он действительно... Вообще бизнес прямых продаж сам по себе. Тут несколько элементов есть. Во-первых, бизнес, он с человеческим лицом. Это же не просто отношение между людьми. Так идёт бизнес сам, продажи так идут. И это внутри, это чувствуется, и то, что это семейная компания, это добавляет, это какой-то комплекс. И, наверное, это была причина, почему я решила, да, я хочу. Вот я пришла в компанию, не очень, честно говоря, я прямо желала. У меня была прекрасная позиция в другой крупной международной корпорации. Вот я пришла, и меня вот прям за сердце взяли. Я поняла, что вот хочу. Вот хочу здесь, хочу вот эти все направления. Они сами на вас вышли, да? Да, да. Они на вас охотились? Ну да, это был такой хэдхантинг, да. И я просто поняла, что моё. И это удивительно. Я так всегда смотрю, что там на рынке происходит. Ну, понятно, что человек, когда амбициозный, это не его собственный бизнес, он всегда осмотрит какие-то возможности. Сейчас, честно скажу, ничего не смотрю. Ничего не смотрю. То есть вы абсолютно на своём месте. Вот у меня ощущение моё. Вот это бывает. У меня было ещё один раз так в жизни, когда я чувствовала, вот сто процентов моё. И вот здесь я себя чувствую так же прекрасно. Надеюсь, что компания это чувствует. И я не приду с бумажкой, скоро вы уволены. И мы не нуждаемся ваших условий. А вот это вот сто процентов моё чувство. Это всё-таки чувство бизнес-леди с огромным опытом, образованием и каким-то вот этим бизнес-стержнем внутренним, там, не знаю, компасом, который в правильную сторону всё время поворачивается. Или здесь есть элемент женской интуиции? А я думаю, это всё то и другое. И бизнес, потому что вы себе не представляете, насколько там отработаны бизнес-процессы. То есть мне есть с чем сравнивать. Я во многих корпорациях работала, я их очень люблю всех, очень уважаю, потому что каждая из них мне что-то дала. Но вообще бизнес прямых продаж оказался очень продвинутым. Там потрясающие IT-системы, финансовые системы. И нереально продвинутый HR, который я никогда не встречала такого уровня, с специальными обучающими программами для разного уровня сотрудников. И вообще подбор там идёт удивительный. Там есть американская методика, которая отбирает людей, помогает отбирать людей и разделить их так, чтобы в отделе был баланс. Даже по психотипам? Да, даже по психотипам, чтобы был в отделе баланс. И когда мы берём, у нас есть вакансия, то мы смотрим, люди от определённой позиции буквально подходят профайлы, это и вакансия к профайлу человека или нет. Не просто, что он умеет, что он знает, что он понимает, какой у него опыт, но и его психологический профайл. А вам не было немножко не по себе от того, что вот вас берут на работу, и, наверное, вы тоже в какой-то момент для них были этим подопытным кроликом, которого изучали там и психологические, и я не знаю, там ещё как, может быть, там Савава или Жаворонок, экстраверт или интроверт. Но это как-то уже переходит границы личного пространства, нет? Да нет, это вот там очень простые вопросы. Абсолютно. Я даже удивилась, что это две странички. Обычно там, как вы принимаете решение, то есть просто смотрят, какая ты личность. Детектор лжения. Никакого. Это очень простая методология. Да, это элементарные две странички, которые мне сказали, что это очень сложная анкета, и не все её проходят. Как сложная? Что тут сложного? Я честно... Отвечайте только честно. Я вообще, в принципе, честный человек. И что за вопросы были? Ну, я сейчас не вспомню, это было два года назад, но они поразили своей простотой. Ну, типа, допускаете ли вы возможности ошибки, или как вы реагируете на то или другое, абсолютно такие... То есть вопросы были бытовые. Вопросы были по делу, да? Да, вопросы были по делу. Такого не было, что вот едет вагонетка, значит, здесь стоят дети на пути в тупике, а здесь взрослые, на кого вы переключите стрелку, кого раздавят. Нет, абсолютно. Экспериментов не ставили. Никаких экспериментов. Очень простой опросник, когда мне по нему сделали описание, потом тебя знакомят уже с этим описанием, если ты хочешь. Я была так удивлена. Мне даже сказали, вы знаете, вот на момент интервью были немножко в депрессии. Что-то вас не... Не устраивало. Да, не устраивало. Что-то, видимо, в текущей. И действительно была немножко демотивирована. Это удивительно. Мне показалось, что это просто магия. На самом деле нет, это нормальная методика. Если интересно, можно будет отдельно поговорить с нашими коллегами, которые имеют сертификацию на то, чтобы проводить эти опросы и их расшифровывать. Ужасно. Интересно. Продолжим разговор после новостей. Оставайтесь в доле. Сегодня с нами директор по внешнекорпоративным связям компании Amway в России, Анна Сашинская. Мы рассказываем вам, как Анна стала частью Amway два года назад. Правильно я понимаю? Но смотрите, вот эти вот методики и ценности, которые транслирует компания, которые позволяют склеить коллектив, дать людям мотивацию, выработать у них должную степень лояльности, они ведь все-таки базируются на каких-то западных опытах, на каком-то западном, я не знаю, мышлении, ценностях культурных. И человеческих, и т.д. и т.п. Сложно было что-то на российскую почву переносить? Или это настолько общечеловеческие вещи? У меня ощущение, что это абсолютно общечеловеческое. Такого фильтра не было, да? Нет, нет. Мне кажется, здесь, поскольку я как раз в сфере коммуникации нахожусь, простые, в общем-то, общечеловеческие заповеди, да, правила. Как себя... Ты действительно должен относиться к другим, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Это настолько элементарно, что никакого переложения это вообще не требует. Если ты так живешь, ты это воспринимаешь, получается, естественно, никаких контролей. Я не знаю, я чувствую какое-то тепло, демократию, хорошие чешские отношения. Да, но как к боссу, как для босса, для вас это, может быть, должно быть в некоторой степени не совсем комфортно, потому что это значит, что ты тоже должен за собой как-то следить, ты не имеешь права лишний раз прикрикнуть или высказать человеку в лицо то, что ты о нем думаешь. Нет, почему? Ты можешь сказать то, что ты думаешь. Если ты можешь дать взвешенный... Ну, иногда бывает обидно. Сказать надо не обидно, да. Но человеку действительно иногда, может быть, бывает обидно, потому что принята двойная такая обратная связь. В общем-то, сотрудник тоже может сказать, что он обо мне думает, это нормально. Да, и когда у нас есть стандартный оценок, наверное, во всех компаниях крупных, есть оценка работы в конце года, я всегда жду эту вторую часть так же, как и... Рядовой сотрудник. Да, абсолютно. То есть что не устраивает? Но деспотии места нет в вашем офисе. Ну, заходите и увидите. Нет, вообще у нас принято очень демократия большой в уровне. Иногда мне даже кажется, что слишком. Вот, потому что двери открыты всегда. К генеральному директору можно зайти. Если он не занят, конечно, на переговорах, можно зайти к нему в любой момент, спросить, что ты хочешь. А у нас принято считать, что русскому человеку демократию нельзя давать в руки, потому что он из неё хаос делает. Нет, не было попыток как-то со стороны сотрудников спекулировать демократичностью корпоративных ценностей? Да, ну, демократия... Это хаос, это хаос. Демократия с демократией. У меня есть определённые правила. Да, ты... Есть что-то понятное, что ты можешь, но есть также ограничения, что ты не можешь. Да, и... Нет, мне кажется, у нас... Может быть, так прекрасно отдел кадров работает. У меня замечательно, у меня в отделе 15 человек, я их всех очень люблю. Они все разные, со своими, конечно, особенностями, но мне комфортно, потому что, мне кажется, главное, чтобы были люди хорошие, специалисты прекрасные и не были равнодушны. Я когда пришла первый день на работу, сказала, знаете, я вам сразу свои правила скажу. Вот я ненавижу равнодушие. Я понимаю, что можно ошибаться, не понимать. Иногда же в каких-то местах полениться. Это бывают, мы все люди. Ну, ненавижу, когда человек просто равнодушен. Ему ничего не надо. Да, время прошло, и я ушел. Вот такие у нас не задерживаются, и я действительно категорически это не приемлю. Потому что неравнодушным человеком можно что-то объяснить, на что-то мотивировать. Человеку ничего не надо. На самом деле, я иногда думаю, мне задают вопрос, а вот в чем там причина, почему вы там достигли? А я думаю, мне просто все интересно. Ничего такого особенного. Я не считаю себя какой-то бизнес-гуру или что-то. Я обычная, собственно, женщина. Но я припоминаю, когда мне было 20 лет, я была на свадьбе золотой, своей бабушке и дедушке. И вот уже когда все гости разошлись, мы праздновали на дачу, у нас там была огромная терраса, вот приехала куча родственников и друзей, и бабушка своей 80 лет и сказала, знаешь, если бы я была помоложе, я бы, наверное, в космос полетела. Меня так это поразило. И вдруг я себе ее поняла, а ей просто было все интересно. Не скучно жить? Не скучно жить, да. Вот я считаю, мне не скучно жить, и вот из-за этого все происходит. То есть это наследственная черта или родители как-то так воспитывали вас? Ну, трудно сказать, да. И, конечно, роль родителей, безусловно, всегда очень большая. Да, у меня... Вы москвичка, да? Да, я москвичка, я москвичка. У меня оба родители инженера, как это принято было, так скажем, раньше в советское время. А как вас занесло на химфак? Ну, вот они меня немножко и занесли, потому что мой голос не позволял мне заниматься гуманитарными науками, как они мне говорили, потому что я хотела преподавать в школе очень, а литературу, язык, это же надо все время говорить. Это как же ты будешь говорить? Такой голос. Давай-ка ты химия, там, если что, в лаборатории будешь сидеть. Я поняла, что, ну, никак-то не светит у меня особенно гуманитарных специальностей. Пойду в химию. Это единственное, что я, в общем-то, более-менее знала. Ну, это так вот занесло. Но я убежала. Я работала, действительно, пять лет учителем химии. Вот, но поскольку меня все равно тянуло, видимо, трудно свою гуманитарную какое-то начало гуманитарное побороть. И так вот я попала в коммуникации, в маркетинг, потом в пиар. Вы попали в коммуникации, в маркетинг как раз, наверное, в то самое время, когда все это находилось в России в зародышевом состоянии. Абсолютно. В общем, вы стояли у истоков всех этих процессов. Вы начали работать в международной компании сразу? Да, ну, немецкой компанией я начала работать. Я потому что поняла, что у меня был изначально французский язык, я решила срочно выучить английский. А тогда достаточно этого было факта, чтобы попасть уже куда-то на хорошую позицию, потому что трудно было найти людей с языком, с двумя так и тем более. И я оказалась в фармацевтическом бизнесе, в немецкой небольшой компании такой, сейчас ее уже, к сожалению, нет, ее поглотили, в более серьезной компании. Это было очень интересно, это было все с нуля. Вообще, что такое маркетинг, не знал никто. И мы вот проходили такими совершенно осторожными шажками, и первую рекламу делали, и все это удивительно. Это удивительно. Я вспоминаю сейчас этот опыт, как, наверное, самый прекрасный период, потому что все было новое. Ну, и главное, было не страшно, потому что ты не знал вообще, во что это все может вылиться, и к чему тебя все это ведет. А тогда вообще не было страха, по-моему, ни у кого. Все пробовали новое, и все. Потому что жить так, как мы жили раньше, было уже понятно, что невозможно. Поэтому у нас был молодой директор немец, который здесь учился, прекрасно говорил по-русски, с замечательным чувством юмора. И он воодушевлен был директором отдела маркетинга, тоже первый раз в своей жизни, сразу и директором. И мы пробовали. Мы пробовали различные промо, и пробовали... Вообще фармрынг был тогда очень дикий, сам по себе, незарегулированный. Так что я получила очень большой опыт там. И потом, вот в связи как раз с поглощением, я совершенно неожиданно для себя попала в пиар. А про это вообще никто не знает, даже до сих пор ничего. Вот что это за предметы, с кем, да, с кем, как его кушать. В теории на эту тему написано огромное количество всякой литературы и читаются лекции, но на самом деле, мне кажется, что люди, которые в пиаре преуспели, они вообще все пришли туда из каких-то совершенно иных областей знаний. Ну, по крайней мере, в России точно. Да, ну, по крайней мере, какой-то средний уже уровень пиарщиц, уже есть институт, который этому учат. Хотя, мне кажется, это как педагогический институт тоже. Там нужно много рассказать, что, знаете, надо быть тактичными. Но человек, если он вот изнутри, да, это не понимает, что это означает, то понять, что такое тактичное с детьми, невозможно объяснить. И много других определений. Поэтому это вот либо ты педагог, либо ты врач, может быть, либо ты пиарщик. Наверное, что-то должно быть, что-то. Но мне кажется, что педагогическое образование дает какой-то бесценный опыт именно в плане как раз налаживания коммуникации. Конечно, конечно. Я вообще благодарна всем образованиям, которые я получила, и даже химии, потому что в каких-то моментах я понимаю, что я могу освоить эту сложную техническую информацию, которую я должна переработать и объяснить журналистам так, чтобы это было понятно и интересно даже. Вот поэтому... Ну-ка, а когда вы совершенно случайно оказались... А как вы вообще совершенно случайно оказались в пиаре, расскажите. Ну вот, поскольку наши компании должны были купить, меня наш генеральный директор говорит, давай аутсорсим, то есть мы можем предложить нашему агентству поискать для себя работу. И совершенно случайно в небольшое частное английское агентство, которое искали... Человек, который хоть немножко разбирается в фармацевтике и работал бы с фармклиентами. Я туда пришла, но у меня был шок. Первые полгода я думала, за что эти люди платят мне деньги? Я же ничего не делала. Я вообще не поняла, в чём суть работы. И вдруг через полгода меня... О, я поняла. Я поняла, что это... Меня до сих пор люди, которые... Недавно с новым сотрудником встречались, говорю, вот, эта публикация, которую мы сделали, я говорю, говорят, что это бесплатно. То есть это... Как бесплатно? Что у вас нет договоров со всеми этими СМИ? Я говорю, да нет, мы просто общаемся, потому что мы... Им нужна информация, мы стараемся её так дать, чтобы она им была действительно интересна, нужна. Это... Им экономит время, и... Собственно... Да, нам экономят деньги, это же прекрасно. Мы можем взаимовыгодно обмениваться информацией. В этом, собственно, основной суток... Он был очень поражён. Да, я даже не представляла, что я думала, что это всё платно. Что пиар и реклама, они абсолютно неразличимы для людей, которые не знают про это. То есть вы, начав работать в пиаре, вы поняли, что принцип пиара это как бы... Ну, как сказать, сдать свою... Это готовка. Сдать свою информацию так, чтобы её съели, но вы при этом не заплатили денег. Я думаю, это знаете что? Ну, в принципе, так. Мне бы не хотелось так формулировать. Я бы сказала, я как шеф-повар. Я готовлю блюдо из информации. Да, если оно действительно привлекает внимание, если оно вкусное, интересное, тогда СМИ его с удовольствием берут. А если нет, то хоть что угодно делать. Вот это умение подумать, копнуть, видеть с другой стороны и преподнести так, что просто журналисты спешат, они не могут так глубоко знать этот бизнес. Если тебе удаётся как-то его приготовить иначе, тогда да. Если тебе удаётся сегодня ещё как-то вообще заставить журналиста остановиться и тебя услышать, то это просто неоценимое искусство. Мы общаемся с Анной Сашинской, директором по внешнекорпоративным связям компании «Амвэй» в России. Оставайтесь с нами, вернёмся после новостей. Сегодня с нами в доле Анна Сашинская, директор по внешнекорпоративным связям «Амвэй» в России. Аня, а в какой момент вы стали серьёзно погружаться именно в социально-ответственную деятельность? Когда вдруг вы перестали просто радоваться тому, что вы делаете бизнес и стали каким-то образом этот бизнес направлять на благотворительность, на какие-то такие вот серьёзные проекты общенационального масштаба? Что случилось? Вы знаете, ну, на самом деле вдруг случайно попробовала. Во-первых, в фармбизнесе мы всегда делали небольшие благотворительные вещи, потому что я, как человек, отвечающий там в маркетинге за ответы общественности, потому что там не было тогда такого специального человека. Написали очень много писем люди, которым необходим был какой-то препарат, которого они по какой-то причине либо не могли купить, либо не могли вообще найти, купить финансовый или найти. И я отвечала на эти письма и иногда просто ездила к этим людям. И, в общем-то, мы отвозили эти препараты, если мы понимали, что ситуация настолько серьёзная, что уже государство не может... Ну, это было в самом таком начале. И я вдруг поняла, что я хочу это делать. Я хочу это делать и дальше. И когда я уже искала работу после агентства сознательно, я уже знала, что такое КСО. Но оно было самое-самое, вот корпоративно-социальное ответственность, самое начало. И мне повезло. Меня взяли на позицию специалиста по благотворительным программам в компанию. И крупная американская компания, которая решила делать удивительную программу против рака груди. А эта тема вообще была табу. И мне было очень тяжело, потому что... Табу в России? Табу в России. Да, конечно, международно. Ну, видимо, не принято у нас, собственно, говорить про беды, про свои болячки. И вообще рак, это депрессивная такая тема. И когда я встречалась с глянцем и со многими ведущими глянцами издания, я говорила, что рак? Никогда? Рак груди? Не-не-не. Это не наша тема, мы не будем писать об этом никогда. И сейчас, когда я открываю журналы и вижу, и где-то у меня такое тепло внутри, что всё-таки сдвинуло, что мне удалось, да, сдвинуть эту тему, что я лично встречалась со всеми редакциями, то есть уговаривала, объясняла, отводила на маммографию самих журналистов, чтобы не поняли, что люди умирают просто потому, что не знают. Всего лишь, что нужно делать регулярные обстоятельства, потому что как раз рак груди, он лечится. И лечится очень успешно, и не только за рубежом, в России лечится прекрасно. Вот вчера как раз мне позвонила моя бывшая партнёр, Галина Петровна Корженкова, она вчера защитила докторскую диссертацию как раз по этой теме, по профилактике, по ранней диагностике рака молочной железы. Я её с удовольствием поздравляю. Галя, спасибо за всё, что ты делаешь вместе. Да, вы знаете, это на самом деле потрясающая история тоже у нас по поводу того, что надо знать, и надо за собой следить, и нужно обязательно обследоваться. Душерездирающая история случилась, я снималась в одном из проектов, как раз в глянцевом журнале по популяризации, вот предотвращение профилактики рака груди. Мы, там, какое-то количество селебов снимались, красивые очень были, чёрно-белые фотографии, мы в джинсах, белых футболках, и нас снимал красавец-фотограф, молодой, интересный мужчина, такой, не знаю, может быть, 40 с небольшим, цветущий, полной жизни, через год он умер от рака груди. Мужчин бывает. Мужчина. 1%. Для меня это было такое потрясение, что вот он, мы только что с ним делали этот проект, и вот его нет. Из-за этого же, и это, конечно, очень серьёзная проблема, но, как бы, да, я понимаю, это необходимо обществу, и даже, я даже понимаю, почему, ну, зачем это нужно лично вам, а зачем это нужно корпорациям, зачем большой компании, ну, я понимаю, там, да, какой-то благотворительный фонд, красиво сделали мероприятие, помогли детям, отвезли игрушки в детский дом, не знаю, дали денег на медицинское оборудование, поддержали там, не знаю, каких-нибудь стариков ещё, но это одно, но создавать не просто благотворительный фонд, не просто делать благотворительные мероприятия, а делать огромные, социальные, значимые, социально значимый проект, в который ты вкладываешь кучу денег, кучу времени, кучу сил, и который призван к весьма амбициозной задаче изменить общественное мнение по отношению к той или иной проблеме, зачем этот геморрой какой-то корпорации и компании, которая занимается бизнесом? Вы знаете, я бы сказала так, во многих случаях корпорации, там же тоже люди есть, да, это тоже люди, и прежде всего, конечно, это скажем, часть твоей души, которую ты вкладываешь, на любом уровне, начиная от собственника или инвестора и кончая обычными сотрудниками. Мне кажется, это не так все просто, это действительно желание помогать, оно изначально у людей у всех есть, просто иногда оно проявляется, иногда нет, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, компания думает о своем имидже, и это хорошо, потому что если таким образом конкуренция жесткая, заставляет компании, у которых в душе этого нет, думать о том, как все-таки люди, смотря на два крема, или там на два куска колбасы, выберут именно этот, а не этот, потому что компания социально ответственная, потому что что-то делает для людей. Это тоже важно. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что, да, вот таким немножко рыночным способом, но мы подвигаем человечество к тому, чтобы немножко думать больше, чем о том, чтобы зарабатывать деньги исключительно. Мне кажется, это вдвойне сложно делать в России, потому что у нас действительно здесь совершенно нету своего опыта такого, такой глобальной помощи друг другу. Конечно. И главное, действительно, совершенно не принято говорить о своих проблемах. Сейчас вы занимаетесь новым проектом. Расскажите о нем, пожалуйста, вот о вашем фонде благотворительном, и о том, какую теперь важную мысль вы хотите донести россиянам? Ну, вы знаете, очень интересная история, которой мы занялись, очень непростая, потому что мы хотим помочь семье, обычной семье и семье, которые нуждаются в помощи, потому что у нас программа на все категории семей направленной. Потому что насколько мы сделали вывод для себя, что даже для того, чтобы водить автомобиль, дают права. Да поплавать в бассейне тебе справка нужна. Чтобы воспитывать ребенка, тебе ничего не нужно. И часто молодые родители, неопытные родители встают перед вопросом, что они просто не знают, что делать с ребенком. Не в смысле, как его попеленать. К телевизору инструкцию выдали, а к ребенку нет. Да, к ребенку нет. То есть, ну да, как пеленать-то расскажут, безусловно. Как кормить, да, грудной скарм. Тоже много говорят. А как взаимодействовать, как общаться с ребенком, как научиться уважать эту личность, как выстроить свои отношения, потому что это же отдельное существо, тебе не принадлежащее. В общем-то, как построить гармоничную, счастливую семью, да? Абсолютно. Как построить семью так, чтобы всем там было хорошо, и родителям, и детям. Да вот наша программа об этом. Мы, конечно, делаем не сами. Конечно, мы привлекаем экспертов, мы привлекаем и институты для того, чтобы мы действовали профессионально. Собственно, решение об окрытии фонда было тоже связано с тем, что мы не хотим это делать на коленке, как в компании, там, два-три человека отвечают за некую программу. Мы хотим это делать профессионально, войти в сообщество собственно некоммерческих организаций, в которых есть возможность обмениваться опытом более плотно. А это фонд локальный, российский? Локальный, российский. Это абсолютно российский фонд. И, например, в США вообще нет фонда. Там нет фонда. Но мы решили, что мы пойдем таким путем. Ну, АМВЭй во всем мире, я знаю, есть благотворительные программы, так или иначе, связанные с материнством. Да, детям помогают детям. Да, они помогают детям в разном ключе, потому что все зависит от того, какие проблемы в стране. Например, в Китае нет хорошего, нормального питания детям в школе. Поэтому компания вместе с государством пытается, соответственно, организовать завтраки, здоровые завтраки детям. В Японии после землетрясения стараются помочь семьям и строят дом, большой дом, где люди, которые лишили жилья и нуждаются, могут какое-то время жить. То есть у всех очень разные программы. А говорится, что в России главная проблема в том, что мы не умеем общаться с нашими детьми? Да нет, я считаю, что многие умеют. но просто когда мы смотрели, что бы мы могли сделать такого, что действительно, где у нас есть компетенции, все-таки мы семейный бизнес, да, у нас есть огромная сила наших дистрибьюторов, которые почти один миллион, которые могут буквально от человека к человеку передать какую-то важную информацию. И мне кажется, что если у родителей будет возможность поучиться у специалистов, не у нас, не у компаний, у специалистов, которые мы просто привлекаем, которые помогут им решать какие-то сложные ситуации, которые иногда случаются, даже и не очень сложные. Например, не каждый родитель знает, что делать, если ребенок вдруг в магазине кричит и требует игрушку бесконечно. Ну, что делать? Ну, мы реагируем, как мы реагируем по наитию от нашего воспитания, зависит от нашего уровня культуры и так далее, взаимоотношения с ребенком. Но есть же, собственно, методики, как договориться, какие приемы используются, как отвлечь ребенка. Вот все, что мы хотим, мы хотим вот такого вот состояния у родителей, чтобы они хотя бы понимали, что есть, информация есть, куда обратиться, что есть специалисты, есть, в конце концов, психологи детские, педагоги, с которыми можно посоветоваться. К сожалению, у нас это не развито, поэтому вот очень много ошибок совершаем. Даже я, что я сама мама. Троих детей. А воспитываете вы четверых? Да, воспитываю четверых, потому что мой муж тоже дочь, и она вот живет с нами. И, может быть, я сделала, значит, меньше ошибок в своей жизни, если бы, несмотря даже на мое педагогическое образование, которое было на другое, направлено все-таки не на семейное воспитание, а на школьное, да, тоже делала, безусловно, много ошибок. И, может быть, я бы по-другому все делала. И когда я читаю, например, сейчас то, что рекомендуется, думаю, боже, это так просто. Почему я это не читала и не знала раньше? Много конфликтов, которые у меня были в подростковом возрасте с детьми, безусловно, я могла бы избежать. И хотя у меня хорошие с ними отношения, но, тем не менее, может быть, они были бы лучше, эти отношения. А давайте конкретизируем, как называется фонд и чем он будет заниматься именно? Да, фонд называется «В ответе за будущее». У него несколько программ. Ну, на самом деле, три программы. Первая программа как раз детская, которая называется «С любовью к детям». Мы внутри этой программы пытаемся делать как раз такие образовательные сайты для родителей. Мы стараемся с помощью психолого-педагогического университета повысить квалификацию социальных работников, которые работают как раз с семьями в кризисной ситуации, чтобы наладить взаимоотношения между родителями и детьми. Это главная цель. Сохранить семью, чтобы ребёнок и мама, или папа нашли вот эту тоненькую верёвочку взаимопонимания и дальше уже сами сумели, скажем, укрепить свои отношения. Это очень серьёзный проект, и он поддержан многими департаментами социальной защиты, потому что они специалисты понимают, что нужно и что необходимо. И, соответственно, непосредственно наша благотворительность, мы выступаем как грантодатель для некоммерческих организаций, которые как раз занимаются укреплением и поддержкой семей. в том числе мы хотим вот на следующий год скорее всего будем делать программу, которая помогает выпускникам интернатов и детских домов, которые сами образовали свои семьи, помочь наладить им семейные отношения. Поскольку опыта такого. Да, опыта в семье не было, непонятно, как взаимодействовать с детьми в разном возрасте, да, и им, конечно, это очень важно, потому что мы не хотим повторений, чтобы цепочка повторялась, их дети опять оказались в детских домах и так далее. Мы хотим остановить это раз и навсегда. Этот фонд будет ли делать какие-то мероприятия, не знаю, какие-то, ну вот, каким образом вы будете популяризировать его для обывателя, для обычного потребителя, там, продукции Амвэй, для меня, для наших слушателей, для любого человека, который считает себя, может быть, хорошим родителем и вообще думает, что у него все в порядке, нечего вмешиваться, меня пароли, и я вот, хороший человек вырос, и я буду своих паролить, они тоже хорошими людьми вырастут. Давайте об этом чуть попозже, после новостей. Оставайтесь с нами в доле, мы разговариваем с Анной Сашинской, директором по внешнекорпоративным связям Амвэй в России, и говорим о большом новом благотворительном фонде. Сегодня с нами в доле Амвэй в России человек с более чем десятилетним опытом работы в области связи с общественностью и обширным опытом в реализации социально значимых программ. Вот именно сейчас одну такую новую социально значимую программу создала и продвигает и курирует Анна. Так вот, с одной стороны, да, помощь семье необходима, и понятно, когда у людей кризисная ситуация, трудные дети, или действительно люди из детских домов, интернатов, в которых нет опыта создания семьи, или там один родитель, болен, или неадекватен, или там, не знаю, в местах... Всякие случаи бывают. Всякое бывает. Но в большинстве с вами ведь огромное количество семей, которые более-менее как-то внешне благополучно существуют, и деньги зарабатывают, и дети ходят в школу, и будто одеты, а всё равно тепла, любви, взаимопонимания в семье нет, но эти люди не знают, что у них проблемы. Да, это, конечно, ну тут очень много разных категорий семей, да и даже те, которые и любят, и понимают, и всё равно проблемы есть. То есть мы не исключаем никого в данном случае, это просто образование, которое должен иметь каждый уважающий себя родитель. То есть ваша задача в первую очередь помочь всем родителям стать ответственными? Абсолютно. Ну, понятно, что каждый эту ответственность понимает по-разному, да, и, в принципе, накормил, отдел, в школу отвёз, и образование не заботишься. Тоже ответственные. Тоже ответственные. Все ответственные. Я не хочу сказать, что у нас в России вообще родители безответственны. Ну, просто мы редко задумываемся и редко думаем о том, что нам нужно образование, да, какая-то больше информации на эту тему, и что многие ситуации, которые возникают, намного проще решить, если ты вооружён определёнными знаниями профессиональными. Вот, собственно, и всё. Конечно, внуждаются люди в помощи, которые либо не задумываются, либо игнорируют интересы детей. Безусловно, до них достучаться сложно, и мы будем популяризовать эту нашу программу и через интернет, и мы делаем социальную рекламу. И, конечно, я надеюсь, что эта передача каким-то образом повлияет и узнает в нашем фонде. И мы много что на нашем сайте. Мы делаем специальную Академию родительских наук. Это будет онлайн такой портал, где собраны сложные ситуации, которые мы зачастую встречаем. Вот как раз типичные. В семье там просят дети деньги, не говорят на что. Там обнаружили сигареты. Или воруют деньги, например. Ну, или берут без спроса деньги, скажем так, потому что дети все-таки дети, да, всякое бывает. И совершают ошибки и другие. Как родителям реагировать? Плохо учатся. Как родителям реагировать? Пришла поздно, потому что где-то загуляла, где была, не говорит. И так далее. Как с этими ситуациями уважительно, да, и с наименьшими потерями для обеих сторон, как из этой ситуации выйти? И вот это Академия, я очень надеюсь, что это как раз возможно, сейчас у нас интернет распространяется все больше и больше, и возможность родителям получить информацию не из каких-то там блогов, где не всегда специалисты в этом вопросе консультируют, а действительно от методолога, от специалиста в области возрастной психологии, педагогики получить рекомендации или как минимум задуматься, где бы такого рода консультации мы могли бы получить. Я хочу еще раз обратить внимание, что мы не продвигаем никаких коммерческих организаций с точки зрения психологических центров и так далее. Все, о чем мы говорим, вокруг нас огромное количество центров семейных, которые государственные, бесплатные. Есть телефон доверия для детей, подростков, их родителей, абсолютно анонимный, бесплатный. И по нему тоже можно позвонить. Его номер 8 800 2122. И можно позвонить и также задать свой вопрос и даже не называть, как тебя зовут, для того, чтобы получить элементарный алгоритм. Если у вас не очень серьезные проблемы, какой-то кризис, может быть, психолог, педагог, очень профессиональный, кстати, там люди работают. Да, у нас просто... Могут этот совет. Мне кажется, что вот здесь действительно с точки зрения движения каких-то тектонических пластов общественного мнения в России, проблема только в том, чтобы люди поняли, что это не зазорно, не стыдно за помощью обращаться, и что эта помощь есть. Потому что нам как-то кажется, что если вот мы не можем решить свои проблемы с нашими детьми, то мы какие-то убогие, неправильные родители, вообще нечего лезть в нашу семью. А на самом-то деле, действительно, мы часто бываем беспомощны, мы живые люди, мы тоже не можем знать всё. И главное, что есть где спросить. Абсолютно. Например, ты воспитывал девочку, а потом у тебя родился мальчик. Ты просто не знаешь, это же разные планеты. И что с этим делать? И реакция, то, что подходило к девочке, может не подходить к мальчику, или просто у детей разный характер. И это нормально. И надо принимать этих детей и понимать, как нам, собственно, выходить с победой обоюдной с двух сторон. Из этих ситуаций. Поэтому мы не рассматриваем как-то вмешательство в семью. Если вы хотите помочь сами себе, ну, пожалуйста, мы предоставляем такие возможности. Я ещё бы хотела обратить внимание, что как компания, мы специально разделили фонд и бизнес. Никаких коммерческих интересов, связанных с этой программой компании, нет. Мы не выпускаем никакой продукции для детей практически. Мы не... То есть это абсолютно несвязанные вещи. Мы просто считаем, что семья это... Это... Такая ценность настолько общечеловеческая, что для компании, что для отдельно взятого человека. И мы хотим вот эту вот ценность поддержать. Вот и всё. Никаких особо коммерческих интересов за этим не стоит. Кроме репутационных, конечно. Ваша репутация профессионалов пиар здесь наверняка тоже должна помочь каким-то образом продвинуть историю с этим фондом в прессу. Это сложнее, чем изменить общественное отношение общества к раку груди и, главное, развернуть прессу к лицам к этой проблеме? Или это тоже проблема неудобная для обсуждения там... Ну, по-разному. Да, по-разному, да. Да, тоже не очень удобная. Но хотя больше пишут об этом. Мне кажется, что всё-таки прошло 10 лет с тех пор, когда мы начинали ту программу благотворительную. И люди стали всё-таки более образованные, они стали более открытыми к социальным проблемам общества. Мне кажется, это очень важно, это очень хороший знак. Единственное, что это более сложная проблема с точки зрения понимания. Люди по-разному воспринимают вообще информацию на эту тему. Как раз у нас семьи закрыты в этой проблеме. Не столько с глянцем, которые как раз журналисты, им это интересно, они с удовольствием спрашивают советы у психологов, готовые открывать рубрики такие в изданиях. Это очень приятно. Но как люди воспринимают, все по-разному. Действительно, много такой негативной реакции о том, что вот, вмешивайтесь в мою семью и так далее. Да нет, я хотела бы, чтобы меня услышали все, кто может услышать, что мы никуда не хотим вмешиваться. Это ваше личное дело. А вот я как родитель, или как мама, например, шестилетнего ребенка, уже забывшая, что было там эти 10-15 лет назад, когда росли мои старшие дети, я зачастую чувствую себя беспомощной. И с удовольствием с теми экспертами, с которыми работаю, спрашиваю у них советы, если мне это необходимо. И это потрясающе. Я испытываю это на практике и вижу, чтобы ребенок стал значительно более управляемый. Всего лишь маленький секрет. Как я реагирую на его ошибки, на его какие-то реакции. Поэтому я надеюсь, что наше общество зрелое достаточно, чтобы услышать, и это то, о чем мы говорим, услышать и хотя бы приоткрыть немножко, вот чуть-чуть глаза. И не то, что в России, как тут все плохо. Да нет, в России все, в общем-то, нормально. Да, но мы хотим, чтобы у нас в семье не было каждый второй развод. Потому что, и даже если он есть, настолько страдают дети, даже вот эта ситуация, настолько страдают дети от развода. Как сделать так, чтобы всем было комфортно? Очень много узких проблем, по которым психологи, педагоги, могут дать грамотный совет. У нас такие компетенции в России есть. Так что давайте сделаем так, чтобы в семье было тепло. Вот, мне кажется, это самое главное. Да, но возвращаясь все-таки к вашей роли в бизнесе и как женщины в доле, в большом бизнесе, а как вам удалось сохранить тепло в своей семье и четверо детей, и такая большая нагрузка и социальная, и все-таки работа, работа, работа? Как вам это все удается? Ну, вы знаете, как тебе все удается, когда мне не удается? Я тоже так отвечаю. Да, это мне не удается. Ну, я стараюсь, я всех люблю, да. И, конечно, бывают, как обычная семья, нормальный организм, бывают и конфликты. Правда, слава богу, мои дети все дружат друг с другом, у нас нет такого отчуждения, да. Ну, безусловно, есть и конфликты, и непонимания, и стараюсь это решать по мере возможности. И, конечно, чувствую себя всегда виноватой, что я что-то не успеваю, что мои запросы, мама, мама, мама из каждого угла, в общем-то. Ну, это радость. Ну, что делать? Да, я тут вот недавно дети еще собаку притащили, ну, теперь и собаку у нас еще. Ну, стараюсь, да, и мне все хочется. Вот что с этим делать? Я не знаю. Иногда я думаю, что это очень позитивно, а иногда я думаю, боже мой, что же с этим делать? Надо как-то себя регулировать. У вас есть какие-то, я не знаю, там, рэперные точки, которые вот это мастер, и все. Вот в субботу и воскресенье только дома с детьми, и больше ничего, никаких командировок, никуда меня не маните, ничем меня не занимаете? Или это невозможно? Нет, это не всегда возможно бывает, поэтому я... У меня есть какие-то вещи, которые, я считаю, я должна, да, и когда у меня есть возможность выделить время, я прохожу с работы, я все просто ничем не занимаюсь, только я детьми. Да, это... Просто потом я буду готовить, гладить, может быть, до трех часов ночи, там, убирать и так далее, если мне требуется. И на это вас еще хватает? Ну, приходится иногда, когда у меня там что-то с помощницей, или мама не может мне прийти помочь. Всякое бывает, все-таки уже возраст и здоровье не всегда позволяет. У меня бывают такие... Дети помогают, где-то старшие девочки, так что... Но, тем не менее, да, первое, что я делаю, это я общаюсь с своей семьей. А дальше уже все мои проблемы, моя работа, которую я иногда беру домой, если я не успеваю, всякое бывает. Ну, конечно, семья – это первое, потому что работы меняются. Да, семья – это самое главное, что в нашей жизни есть. Я не только имею в виду муж, детей, ну, и родителей, к сожалению, папы у меня уже нет, но, тем не менее, вот я это считаю одной большой семьей, и их всех люблю, и дай бог им здоровья. Так что, да, это главное. А на работе в офисе у вас в основном женский коллектив? Ну, в основном в моем отделе женский, но мы увеличиваем, наращиваем, понимаете, возможно. Сейчас у нас взяли как раз интернет, очень интересная тоже программа, мы берем молодых, только что выпускников или тех студентов, которые в выпускных курсах, и постепенно учим, воспитываем, мы любим брать уже к себе на работу тех людей, которые проработали, понимают и уже любят компанию. Поэтому мы уже знаем, что они способны на те задачи, которые мы им дадим. И вот взяли интерна мальчика, будет заниматься как раз внутренними коммуникациями, делать журналы и все остальные наши креативные вещи. В женском коллективе вам легко работается? Ну да, вообще мне, мне вообще легко работается. Я как-то не различаю, мне надо, чтобы человек был хороший, чтобы у нас было какое-то единение, мужчина или женщина. Но мне кажется, это не суть важна. И приспособиться можно к любому характеру, если есть общие ценности. Вот есть общие ценности, понимание, какой-то драйв, тогда все это преодолевается очень легко. А сейчас три мальчика уже, так что из 15. Очень приятные молодые люди. Им привет. Вы говорили о том, что два года назад вы даже подумать не могли, что окажетесь на каком-то другом месте, оставите свою предыдущую хорошую должность, и сейчас вы абсолютно чувствуете, что это мое, я в нужное время, в нужном месте, в нужной компании с правильными людьми. Все-таки, если, опять же, уточнить, что позволяет вам именно так себя ощущать на этой работе, и есть ли еще какие-то нереализованные, может быть, мечты или амбиции, которые, возможно, придется делать еще где-то на каком-то новом месте работы, или можно здесь это осуществить? Ну, естественно, как у любого человека у меня есть амбиции, но они больше связаны с профессиональными задачами, потому что понятно, что когда ты уже топ-менеджер в компании, генеральным директором я становиться не собираюсь, мне это не очень интересно, финансы и так далее, мне нравится именно то, чем я занимаюсь, и в этом плане у меня хорошие и большие амбиции. Да хотя бы, если мы говорим о той теме, которой я сейчас занимаюсь, то мне, конечно, хотелось, чтобы фонд был признанным, чтобы то дело, которое мы делаем, действительно помогло многим сохранить свою семью в разных аспектах, и это, наверное, самое главное. А так, ну, конечно, может быть, когда-то, когда я уже не буду в бизнесе, я займусь, я открою свой благотворительный фонд, но это, может быть, когда-то произойдет. Но сейчас, наверное, самое главное для меня это направление. Спасибо огромное. Сегодня с нами в доле была Анна Сашинская, директор по внешнекорпоративным связям АМВИ в России. Прям хочется сказать, пусть вам будет хорошо в вашей семье. Спасибо. И вам тоже. Спасибо.